Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей. И сейчас я вам расскажу, чем запомнится уходящая неделя в плане спорта в Полевском. Итак, поехали! В акватории Глубочинского водохранилища прошли соревнования по плаванию на открытой воде «Оранжевый буй», организованные командой «Егор Катим». Всего на старт вышло более 80 пловцов, представлявших города как Свердловской, так и Челябинской и Тюменской областей. Дети плыли 500 метров, взрослые спортсмены в зависимости от степени подготовленности преодолевали 1 или 2 километра. Некоторые особо сильные спортсмены проплыли сразу две дистанции – и километр, и два. В итоге среди мальчиков быстрее всех оказался Семен Мулявин из Екатеринбурга, а среди девочек быстрее всех оказалась Василиса Бушуева из Арамиля. На километровой дистанции лучшими стали екатеринбуржец, член юниорской сборной России по плаванию Дмитрий Новичков и Челябинка Алена Боровкова. На дистанции в 2 километра победили Сергей Собакинских из Екатеринбурга и полевчанка Анастасия Казакова. На следующий день там же прошли чемпионат и первенство Свердловской области по кросс-триатлону, и в них приняли участие 43 спортсмена в личном зачете и 8 соревновались в эстафетах. Взрослым необходимо было проплыть 1 километр, проехать на велосипеде 20 и затем пробежать еще 6. В итоге абсолютным победителем в чемпионате Свердловской области стала Василиса Нечаева из Новоуральска с результатом 1 час 53 минуты 21 секунда. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал екатеринбуржец Алексей Панкратов, преодолевший всю дистанцию за 1 час 34 минуты 28 секунд. В эстафете лучшее время показала микс-команда Егор Катим, представлявшая Полевской и Екатеринбург. В клубе «Гамбит» имени Валерия Щетинина прошел традиционный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Чекасина». В соревнованиях принял участие 21 шахматист. Спортсмены боролись не только за медали и кубки, но и за денежные призы. В итоге абсолютным победителем стал Данил Сулейманов. Серебро в активе Артема Чтенцова и третий результат показал Дмитрий Андрюков. Среди ветеранов победу праздновал Юрий Кругляков, на втором месте Сергей Литяев, замкнул тройку Александр Ильин. На стадионе «Школьник» были сыграны заключительные игры группового раунда второго кубка главы Полевского по футболу 8 на 8. По их итогам определились все четвертьфиналисты. Пары на первой стадии плей-офф выглядят следующим образом. Горсайт «Урал-Гидромедь», «Подвижник», «Сборная ПМТ», «Дартех» «Резина», «Импульс в Тормет», «Респект». Игры 1-4 финала пройдут 26 и 28 июня на стадионе «Школьник». Северский трубник вышел в четвертьфинал Кубка Свердловской области по футболу. Матч 1-8 финала Полевская команда проводила на выезде в Сухом Лагу, где встречалась с местной командой «Форес». Уже на первой минуте встречи хозяева открывают счет, но еще до перерыва на 31-й минуте Артем Порошуков забивает ответный мяч. А на 79-й минуте Александр Горюнов приносит полевчанам победу 2-1. Соперником «Северского трубника» по четвертьфиналу стал первоуральский «Динур», обыгравший футбольный клуб «Артемовский» со счетом 2-0. На этом пока все. Подписывайтесь на канал «Держатель микрофона» в YouTube, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях, и вы будете в курсе всех спортивных событий города Полевского. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю.